здравия всем с праздником победы так здравия что с гостевой книгой века я вот сам не знаешь с гостевой книгой если она сегодня не включится сама завтра попрошу администратора милой девушки катя который живет в селябинске она администратор так буховская у меня к юбилею победы засвел королевский абрикос посажен прошлом году великую субботу очень знаменательная жизнь непобедима засвел королевский абрикос ну что я скажу фотографию жду он может у вас косточка может вас привитые понятия не имею но жду фотографию так нижний новгород казахстан всех с праздником архангельцы стали самая надежная ссылка на сайт питомник на котором фото абрикоса железа с измененным названием а алексей спасибо за подсказку а то это не умею искать видел я свою фотографию вот конечно это их не красит потому что выдавать это значит не иметь своего я даже подозреваю что они не свекли скромные там них есть несколько скромных сортов у тимирязиса ну скромненьких таких но вполне возможно что раз этот питомник он может быть уже их где-нибудь перекупщиком стал вообще ваши саженцы господа из этого из тимирязи они по моим понятиям они никакой критики не выдерживают если бы сергей такие саженцы бы выращивал вот я бы ему никогда питомник даже не доверил бы ведь это везде и всюду это болезнь в питомнике саженцы мощные двух трехлетки многих авторитетных институтов они перешли на куплю продажу да ну зачем они им штампы делают уже растет тебе дерево нет ну ты ему берешь и калечишь калечишь калечик до полу до пахи до метра это усаженца то несчастно все излечит потом называют продажные так так что спасибо за помощь что я не болтун что действительно это мое присвоенное тимирязевка это же гордость-то какая сама тимирязевка меня признала у них был другой путь я был на ложе сейчас ребята мы мои как пенцы моего гнезда это же уникальные люди они вам знаете эти мерязевцы я имею ввиду ректора проректора переректора я вам гарантирую что мои ученики вам такие сады вырастят а без нас никогда кроме как калечить пока еще ничего от вас не заметил пользу так у меня заметил скорлупки не отскакивают а их черви перетаскивают ночью вот интересное наблюдение и некоторые проклюнувшиеся семена земли выкорчевывают и перетаскивают на 3-5 сантиметров и проклюнувшийся корешок за ночь подсыхает и пропадает так слушайте а зачем червям это надо ну допустим там хозяева допустим как-то использовать может скорлупки может быть как 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 мебель это же такое допускаю если скорлупки а зачем корешок таскать ну может быть но это надо ночную жизнь червей изучать так дальше бросили потому что начали принимать металлолом поэтому все сдачи потащили отсюда столько заброшу и это тоже это страшная беда совершенно верно алексей другое дело что никого это не волнует потому что то что мы остаемся без дач миллионы без дач миллионы без моркова без свеклы без картошки дети а теперь в городах носа не высылают из городов это и иммунитет это их здоровье это здоровье будущих детей все это нихрена никому не надо такая страна стала а ведь какие дачи были люди бредили этими дачами случай жизни посадил живые изгородители одинаково сажатся в фундукан первые три года росли одинаково на четвертый год заметил один сален стал оставаться в росте и загущаться на северо-запад вырастали новые веточки и даже одна с обратной стороны и все направлены в одно место вначале схватился за секатор а топ задумался и начал снять причину оказалась на периметре кроны вырос конский щавель от растения и решила лишить его солнца и осадков удалив соляк фундук продолжил норма ну что может быть так добрый день всем участникам может кто подскажет как размножить малину обрезать оставляет только один сантиметр и чаще прореживать один метр мне кажется это вредный совет 10 лет на одном месте не разрастается хотя тот же соль в другом месте растет нормально уползли корни моей марины к соседям дали мощную порцию ягоди дело в органических удобрениях что подсыпает сосед или в качестве почвы может насыпать сверху весной земли спасибо кто ответит так ну я по малине специалист кроме одного если вы пересаживаете малину как правило это корневая отвода взрослый вот выкапываете и не то что метр полметра не оставляйте оставляйте вот столько пенечек все вот тогда он начнет развиваться пусть с нуля но по-настоящему вот так вот это мой совет ну а что касается удобрений и прочего это не ко мне так как лучше поступить с непрокрымущей косточкой абрикосов оставить на месте посадки прибрать в холодильник люди делают и так и так вот например уже есть фотографии но только что я их сейчас не смогу показать они еще в телефоне ой в этом фотоаппарате вот уже вот такие вот роски у Сергея это прошлогодние он оставлял все на месте так единственное что трава можно такой вырасти что потом когда поздно выдергивать всю грядку корни перебаломутят а так если грядку держать в чистоте все лето надо ждать следующего года чтобы зашло вот а брать холодильник такой правда единственный случай мне рассказывал человек выкопал убрал посадил на следующий год зашли я видел волосы вечно 3 метра я видел ну где-то 2,5 но там был такой момент я заметил она росла в тени и перла вверх тоже может быть даже 3 метра вот Валерий Костырьевич ваше отношение к облакировке сращиванию побегов производящих рядов растений абрикоса персика вишни червя с последующим отделением после срастания а также без отделения когда центральным проводником становится вегетативный гепарит ну что я скажу пробуйте мне это не интересовала такая блокировка потому что я знаю там дыня с арбузом арбуз с тыквой это пробовали даже жалко я не развел эту тему потому что как-то или мне было не до этого были прекрасные результаты у двоих-троих кто занимался бахчевыми культурами и кто-то даже древовидными но у меня нет такого опыта я уже отстал от жизни для меня проще привить на подвой чем сращивать два но я ничего не отрицаю надо пробовать может кто-то поделится опытом так я не капризничала купила саженец королевска лучшим питомником у Сергея Железова правильно посадил и все сложилось а это вы про то что у вас это зацветает королевский да что ж так у меня все цветочки почки на абрикосах наверное замерзли из-за перепада вот теперь и морозы в марте остались единичные ну что я скажу у меня в самом этом году очень плохой будет результат очень плохой у меня другая была причина теплая осень и почки начали просыпаться подумал что весна и да просыпались что когда начались морозы даже не сильные именно абрикосовая большая часть плодовых почек погибла вот так вот причем не только у меня по всей округе ну что есть то есть будем довольствием что есть потому что в прошлом году мы так собрать все не успели вот сейчас у меня прям по деревне сходят так все косточки не собрали но год на год не приходится так друзья наверное на этом и все вот давайте так спасибо что все таки нашлись что это что перемена не на всех повлияла праздник вот заботы проблемы коронавирус вот не на всех подействовал вот наши гвардии поймите то вот они все вот они все наши гвардии так и когда-то когда-нибудь случится чудо может быть востребован любой из вас вот та же самая Буховская с саженцем королевского придет время и будет по всей России искать те саженцы которые будут иметь особое название сибирские клоуны вот они-то когда-то станут потребны там где как написал популярнейший в журнале сычок абрикосы выше воронежа курска можно перечитать по пальцам вот и это несмотря на темирязевку на всех прочих я уже много про темирязевку рассказывал еще про много чего и сайт их изучали мы с вами в общем там садоводов настоящих нет может быть та самая Ольга пообщается с нами и сделает то чего на чем установили все гениальные учителя надо двигаться дальше я всегда привожу пример как бы не усовершенствовали паровую машину как у нее было десять процентов КПД остальное в пару ходило вот так и было пока не придумали двигатель внутреннего сгорания внутреннего здесь тоже самое сколько угодно можно молиться на прошлое вот на тот автомобиль первый который эти лопогну помните Остапа Бендера возил можно сколько угодно молиться он даже дороже тысячу раз будет этих современных жигулей даже в этом если он сохранился с тех времен сто лет назад он будет стоить миллионы долларов но он будет один а нам нужно чтобы в каждом саду было и чтобы это были только Мерседесы и все для этого есть есть подвои великолепные есть приученные к ними привои есть привои и приученные к ним подвои даже сибирские эти яблони из глухой тайги уссурийские груши дичайшие к ним подходить нельзя им надо одевать этот скафандр потому что так колется вот а к ним уже все приучено но осталось дождаться лучших времен это поколение ольга ваше поколение оно к сожалению это потеряло вот такую возможность вот надо было ехать в Сибирь тот самый случай где самородки золотые в Сибири где алмазы в Сибири не поехали бы и не знали бы так и тут надо было ехать в Сибирь в Байкалово надо было ехать на Дальний Восток там волшебники эти самые абрикосоводы во главе с Казминым все растеряли все растеряли ну хотя бы сохраняли бы в виде этих коллекционных садов хотя бы но их же не сохранишь они же тут же уничтожаются вами ими ими вы то ладно выпускник это еще ничем не виноват ну что до свидания друзья встречаемся в субботу пока последнюю вот последнюю информацию выложу тогда можете остановлюсь я готовлю все для того чтобы кто-то когда-то когда будет скорее всего какая-нибудь комиссия уже с другого поколения который соберет всю информацию от меня еще у двоих троих из вас есть мой этот самый есть мой архив пригодится а пока пока все кто в этих Сергей в эти продавцы только уже еды импортной отравлены вот магазин строить поздравляю не составив академика о Александр Ребрик я только первый раз увидел я даже не знал что вы это присутствуете тут вот это вы же это помните мне сказали вы за меня воевали в Москве и предложили нескольким авторитетом судя по вашему письму вызвать железо выслушать и вам ответили а пускай пришлет свои фрукты а мы их попробуем вот как говорила лиса виноград зеленый не допрыгнув до него до свидания друзья горько что так заканчиваем вот вот но у нас хорошего пока ничего нет я одно прошу дачи 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 землю берите землю пока дешевая хотя бы это хотя бы пытайтесь сохранить то что есть рассчитывать больше не на кого не приедут с института пока вот а я же где то в душе их ждал когда вот это вот у меня же сейчас холодильники забиты семенами ну пока до свидания если что покупайте сухие абрикосы потому что косточки потому что может кости не останется то есть их много но уже выборочно много этих самых манджурцев но почти нет королевских мало академиков фаина очень мало вот сажится двухтрихлетняя мы уничтожили ну все друзья пока до следующей субботы до следующей субботы до следующей субботы до следующей субботы до следующей субботы